Всем привет! С вами Ирина Якутенко. Я биолог и научный журналист. У себя на канале я обсуждаю самые разные происходящие в мире вещи с научной точки зрения. В том числе вещи ужасные, как, например, те, которые случились в прошлую субботу 6 октября 2023 года в Израиле. Когда читаешь новости оттуда, кажется, что единственная эмоция, которую можно испытывать, это беспросветный ужас. От тех зверств, которые террористы Хамас сотворили с невинными израильтянами. Мужчинами, женщинами, стариками и детьми. Выстрелы в спину и голову с близкого расстояния. Изнасилование, сожжение заживо, ломание живым людям рук и ног, отрубание голов младенцам. Кажется, нет такой жути, которую всего за несколько часов не сотворили бы с несчастными жителями кибуцев на юге страны представители, казалось бы, того же биологического вида. И тем не менее, наверное, нет человека, который не сталкивался бы с другой реакцией. Причем не от представителей группировки Хамас, а от людей своего круга, живущих на западе и входящих в условный золотой миллиард. Спектр, скажем так, неоднозначных реакций широк. От не все так однозначно, Израиль сам виноват, а в Газе тоже умирают люди, до красноречивого молчания о происходящем от лидеров мнений. Возникает естественный вопрос, как такое возможно? У себя на канале я часто рассказываю о том, что стимулы, вызывающие эмоциональный отклик, выделяются нашим мозгом как первостепенно важные. Собственно, вся входящая информация сначала проходит через лимбическую систему, зону мозга, которая отвечает за эмоции. И там оценивается, собственно, на предмет, вызывает ли эта информация эмоции. Потому что эмоции по определению являются маркером чего-то важного, либо хорошего, либо плохого. Причем плохое гораздо важнее, потому что без хорошего прожить можно, а вот плохое может означать, что жизнь, собственно говоря, может скоро прерваться. Поэтому нам нужно обязательно обратить внимание на этот стимул. И лишь после того, как входящая информация пройдет такую проверку в лимбической системе, она отправляется в префронтальную кору, нашу самую умную зону мозга, которая отвечает за синтез, сравнение вариантов, анализ, логику и так далее. Именно такая последовательность закрепилась в ходе миллионов лет эволюции. Потому что она помогала нашим предкам выживать, не говоря уже о том, что префронтальная кора в принципе появилась только у млекопитающих. А всю долгую эволюционную историю до них вся входящая информация оценивалась исключительно лимбической системой, которая намного, намного более древняя. Так что, если вы сейчас думаете, ну нет, это уж точно не про меня, я-то всегда держу в узде свои эмоциональные порывы, то вы тешите себя иллюзиями. Потому что сотни миллионов лет эволюции не отменяются нашими хотелками. И чем раньше мы признаем это, тем более адекватно сможем оценивать свои решения и реакции на происходящее. Но вернемся к террору в Израиле. Кажется, что уж произошедшее там должно так стимулировать лимбическую систему, что невзирая на исходную позицию, люди должны ужаснуться совершенным злодейством и испытать сочувствие к жертвам. Но нет, мы видим, что для огромного количества людей это не так. Что же, выходит, базовые биологические принципы не работают? Или у этих людей какая-то другая биология? Нет, конечно. Биология у них та же, и принципы работают. Просто наше поведение при одной и той же определяющей биологии может меняться под воздействием разных факторов. Иначе говоря, в разных обстоятельствах разные аспекты работы нашего биологического компьютера оказываются более или менее значимыми для нашего поведения. И один из таких аспектов – склонность к черно-белому мышлению. Это когнитивное искажение в принципе очень характерно для людей. Потому что так проще. Когда наша картина мира ясная и определенная, эти хорошие, эти плохие, поступай так, так не поступай, так намного проще жить и предсказывать, что нужно делать для того, чтобы сохранять благополучие и не попадать в неприятности. Наш мозг в принципе заточен с первых дней создавать эту самую картину мира, собирая информацию, поступающую из окружающей среды. Это было принципиально важно для выживания. Человеческие младенцы рождаются неспособными к самостоятельной жизни и с незрелым мозгом. Это, с одной стороны, разумеется, недостаток. Но, с другой стороны, именно потому, что наш мозг при рождении недосформирован и в нем нет предзаложенных жестких поведенческих программ, мы и можем так хорошо учиться различным видам сложной деятельности, которая и предопределила эволюционный успех Homo sapiens. И учиться мы начинаем прямо сразу, как только появляемся на свет, впитывая информацию извне и немедленно создавая из нее картину мира. Эта картина мира может быть супер противоречивой. Одни ее части могут никак не стыковываться с другими, но при этом у самого человека не возникает никаких проблем, потому что каждая отдельная часть выглядит вполне цельной. Как я уже говорила, картина мира страшно важна для людей, потому что она позволяет нам прогнозировать, что нужно сделать для того, чтобы получить те или иные блага, и чего не нужно делать для того, чтобы не получить какие-нибудь неприятности. Кроме того, имея картину мира, мы можем предсказывать, как на наши действия будут реагировать другие люди. Поэтому мы страшно склонны создавать картину мира из любого мусора, который нам попадается. Это несознательный процесс, то есть мы не думаем, ага, вот этот факт хорошо дополняет те, что у меня уже есть, а вот этот как-то выпадает. Мозг делает это, не вовлекая сознание. Наоборот, мы принимаем сознательные решения, исходя не из объективной реальности, а из той картины объективной реальности, которую создал наш мозг. Вполне удобная схема, но в современном мире с его нюансами и противоречиями, приводящая к огромным искажениям и потере объективного взгляда. Именно из-за этого базового свойства нашего мозга создавать картину мира, из чего ни попадя, проистекает масса когнитивных искажений, которые заставляют нас принимать неверные решения. И одно из таких когнитивных искажений – это как раз черно-белое мышление. В случае отношений Израиля и Палестины черно-белое мышление проявляется, например, в позиции многих западных людей левых взглядов, которые по умолчанию всегда поддерживают Палестину и терпеть не могут Израиль. Причем неважно, что делают обе стороны – Израиль всегда плохой, а Палестина – безвинная жертва. Такова картина мира. Некоторые люди простодушно именно так и говорят. Более искушенные сторонники левой идеологии понимают, что подобная аргументация, мягко говоря, слабовата и подтягивают к своей позиции доводы, выглядящие более или менее разумными. Условно их позицию можно обозначить всем известным тезисом «не все так однозначно». И такая позиция подкрепляется случайно выбранными моментами из долгой истории отношений евреев и палестинцев. Каких именно – не так важно. В истории взаимоотношений любых двух соседних народов всегда можно найти достаточно поводов для взаимных обвинений в несправедливости. При этом, если попросить значительную часть защитников Палестины найти на карте, собственно, саму Палестину, показать западный берег, Газу и изложить хотя бы примерную последовательность происходивших событий, они, скорее всего, затруднятся это сделать. Впрочем, самих защитников подобные мелочи не смущают, потому что то, что ими движет, чаще всего не результат длительных размышлений и изучения истории, а пример черно-белого мышления. Одна сторона жестко отнесена к стороне добра, а вторая – к стороне зла. Поколебать эту дихотомию логическими доводами невозможно, потому что она по природе своей не является логической. Это часть устоявшейся картины мира, и любые попытки сломать ее вызывают бурную эмоциональную реакцию отторжения. На этот счет много исследований. Факты, которые противоречат нашим убеждениям, априори кажутся нам менее достоверными, и мы склонны немедленно переходить от логической оценки к эмоциональному осуждению или отторжению. С другой стороны, информация, которая похожа на ту, что у нас уже есть, кажется нам более правдивой, так как она подкрепляет имеющуюся у нас картину мира. Это очень мощное искажение называется эффектом иллюзорной правды, и оно определяет не только то, как мы воспринимаем информацию, но и то, какую информацию мы в принципе готовы усваивать или искать. Черно-белое мышление и нежелание отказываться от уже сложившейся картины мира не единственная причина, объясняющая, как возможно, чтобы люди не проявляли естественного, казалось бы, сочувствия к тысячам жертв жестокого террора. Второй момент, способствующий этому, принадлежность к социуму. Еще одна крайне важная для людей вещь. У нас нет ни острых зубов, ни мощных когтей, ни крыльев, ни особой ловкости или силы. Честно говоря, люди довольно неуклюжие создания. Мы выжили и добились эволюционного успеха только благодаря мозгу и социуму. Ну, еще благодаря прямохождению и отставленному пальцу на руке, но это неразрывно связано с мозгом. И именно поэтому мы так дорожим не только мозгом, но и социумом, и нашим местом в нем. Даже анархисты и нигилисты, да, даже они очень дорожат своим местом в анархистской и нигилистской тусовках. То же самое и с так называемым левым мейнстримом, который является обязательной составляющей взглядов во многих западных кругах, от продвинутого студенчества до клубной субкультуры. Хочешь быть своим в них? Поддерживай Палестину. Даже когда выбежавшие оттуда террористы убили 1300 таких же, как ты, людей, в том числе младенцев, а женщин еще и предварительно изнасиловали. Я не просто так сказала таких же, как ты. В норме мы куда больше сочувствуем тем, кого считаем своими, на чьем месте можем так или иначе представить себя. Разумеется, фото убитых молодых и пожилых людей, целых семей с детьми, фото их разоренных жилищ, которые выглядят более или менее так же, как среднее жилище европейца или американца, ужасают приверженцев левых взглядов не меньше остальных. Но выразить сочувствие жертвам евреям и осудить палестинцев-террористов значит пойти против тусовки. А это страшно, особенно если ты более или менее известен и целиком зависишь от одобрения или неодобрения публики, которая тоже относится к твоей тусовке. Более того, если человек не просто формально принадлежит к определенной тусовке, ну знаете, типа я вроде как с вами, не спорю, но и не зачинщик, а хоть как-то активно вовлечен в дискурс, он может вместо сочувствия испытать радость. Потому что ведь убили как бы его врагов евреев. А увы, и это тоже показано в многочисленных исследованиях, радость мести совершенно реальная вещь. В работах с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии отлично видно, как активируются центры удовольствия, когда люди совершают или наблюдают справедливое с их точки зрения возмездие. То есть чрезмерная приверженность черно-белой картине мира может сотворить с нами дурную шутку и лишить абсолютно нормальных и очень важных для выживания социума чувств, вроде сочувствия страдающим. В итоге абсолютное зло не осуждается или осуждается с немедленной оговоркой, что, мол, Израиль сам виноват в том, что произошло. При этом факт, что никакие причины не могут оправдать массовый террор против мирных жителей соседней страны, террор ради террора, без намерения убить каких-нибудь важных генералов или больших чиновников, а только ради запугивания намеренно жестокий и кровавый террор, этот факт деликатно опускается. Вот так и выходит, что люди одобряют или как минимум публично не осуждают даже самые чудовищные преступления. Это может вызвать недоумение. Как же так? Ведь общее понимание добра и зла, принципов гуманизма, оно же куда важнее, чем те причины, которые обычно называются в оправдании. Мы называли некоторые из них выше. Но так могут рассуждать только люди, плохо знающие, как устроена человеческая природа. Гуманизм и добро это, конечно, хорошо, но принадлежность к социуму и желание сохранять свою картину мира куда важнее и оправданнее с точки зрения благополучия. Но любителям черно-белого мышления, которые крепко держатся за свои круги общения и требуемые для того, чтобы считаться там своими взгляды, стоит помнить о том, что одобрение или неосуждение того, что не лезет ни в какие общепринятые нормы, это очень опасная дорога. Что в принципе такое норма? Например, норма морали. Чисто ли это человеческое понятие? Нет. У морали биологические корни. Если внимательно посмотреть на историю животных и особенно на историю млекопитающих, то мы увидим, что поведение, которое можно назвать моральным, возникло у них как необходимая адаптация, как способ выживания задолго до того, как появились люди или даже приматы. Я, наверное, в будущем сделаю про это отдельное видео, но если коротко, такое поведение было необходимо для того, чтобы группа млекопитающих, а о морали мы, разумеется, можем говорить в первую и главную очередь для социальных видов, так вот, такое поведение возникло, чтобы группа млекопитающих могла устойчиво сохраняться на протяжении долгого времени. Для этого необходимо подчинять некоторые индивидуальные интересы интересам группы. И как раз моральные установки очень хороший инструмент для того, чтобы это делать. Мы все впитываем моральные нормы, что называется, с молоком матери, воспитываясь в той или иной культуре и среде, читая определенные книжки, смотря определенное кино, наблюдая за другими людьми и их оценками различных поступков. Исследования показывают, что нормы морали плюс-минус одинаковы в разных культурах, хотя, конечно, имеются отличия, обусловленные, например, суровостью среды, в которой существует это общество. Но есть отдельные кластеры, в которых эти нормы очень сильно искажены и радикально отличаются от всего того, что мы на Западе принимаем за норму. Самый очевидный пример. Люди, выросшие в радикальной исламистской среде, зачастую не считают, что творить подобные ужасы плохо само по себе. По сравнению с западными людьми, их понятия нормы в этом отношении заметно отличаются. И именно поэтому, кстати, у нас вызывают такой когнитивный диссонанс попытки, что называется, скрестить ужас ежом, когда люди, относящиеся к нашему полю нормы и морали, начинают придумывать какие-то оправдания действиям людей из другого морального поля. Например, оправдывать зверства тем, что когда-то давно в прошлом кто-то обидел предков тех, кто совершил сейчас эти зверства. Эти различия важно осознавать. И невзирая на вашу точку зрения и симпатии к одной или другой стороне важно помнить, что именно мы в нашем обществе признаем за норму. И помнить о том, что нарушение этой нормы неприемлемо в любом случае. Потому что это грозит разрушением стабильности общества. В этом и есть смысл любых моральных норм. Они не для того, чтобы приблизить нас к высшему идеалу человека. Хотя, конечно, это было бы неплохо. Или для того, чтобы мы попали в рай. Опять же, исследования показывают, что более или менее универсальные нормы морали во многом похожие на те, что есть у нас сегодня, в том числе в христианской культуре, возникли задолго до появления основных религий. Смысл моральных норм, как мы уже упомянули, поддержание стабильности общества. Их нарушения под любым соусом серьезно угрожают этой стабильности, какими бы благородными не казались цели. Эрозия моральных норм куда более важная для нашего благополучия вещь, чем принадлежность к той или иной тусовке и боязнь пойти против нее, даже когда самоощущение говорит тебе, что происходит что-то не то. Хотя, разумеется, в моменте нам так не кажется и принадлежность к тусовке выглядит куда более значимым фактором. Но для того у нас и есть префронтальная кора, чтобы полагаться не только на когнитивные искажения и порывы нашей лимбической системы, которая всегда выбирает путь наименьшего сопротивления и наибольшего сиюминутного удовольствия или комфорта. Если мы и правда считаем себя хомо-сапиенс, думающими существами, интеллектуальным мейнстримом, важно осознавать, какие константы являются по-настоящему важными и отстаивать их даже тогда, когда это входит в противоречие с какими-то конкретными идеями вашей тусовки. Потому что при разрушении моральных норм и разрушении стабильности общества не будет никаких тусовок. И в принципе жизнь станет куда менее комфортной, потому что начнет скатываться к нормам того общества, которое считает, что отрезание голов живым младенцам допустимо хоть в каком-либо случае. А вам вряд ли этого хочется. На этом все. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok